Здравствуйте! В эфире программа «Градские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Александр Петрович Постолов, командир ОМОН Управления Росгвардии по Рязанской области. Здравствуйте! Здравствуйте! В Рязани ОМОН появился в 1993 году, сейчас отряду 28 лет. Что из себя представляет ОМОН сейчас? ОМОН вообще такое интересное подразделение. Начнем с того, если вы меня спросите, чем конкретно занимается ОМОН. Образно мы можем сказать, полк патрульной постовой службы полиции, они там патрулируют, их видно в городе и так далее. ОМОН – подразделение широкопрофильное. Сфера такая, что ОМОН – это там, где незаконная вырубка леса, там, где браконьерство, там, где охрана общественного порядка, массовые мероприятия спортивного характера. Сотрудник, вот, скажем так, в ОМОН – это, ну, широкого профиля человек. Ну, нельзя сказать, вот, я умею только то-то. Потому что есть там высотники, взрывотехники и так далее. Отдельная категория – это вообще инженерно-техническое отделение. Его все видят, его все знают. Например, сейчас вот новогодние елки начинаются. Сотрудники инженерно-технического отделения, они будут ездить, обследовать все новогодние елки. Руководящий состав инженерно-технического отделения проводит встречи с детьми по поводу использования пиротехники и так далее. О недопустимости в каких-то местах применять. Ну, то есть, вот такая даже у них работа. Тонко все, да. Также сотрудники ОМОНа, это прежде всего у них в должностных инструкциях написано, что это борьба с терроризмом, экстремизмом. В этом направлении определенные показатели и очень неплохие показатели. Не буду рязанцев в это посвящать. Ну, вот смотрите. Такой тогда вопрос. Просто говорим про охрану общественного порядка. Когда ОМОН появился в Рязани именно, их чуть ли не сразу отправили в командировку в Северную Осетию. Сейчас есть ли такие командировки, служебные командировки? Естественно, наверное, не можем говорить, куда именно и на какой именно срок. Но вот да, есть ли и нет. И, может быть, подведем какие-то промежуточные итоги за год. Когда приходит человек устраиваться в ОМОН, я сразу говорю, у нас не идет набор в ОМОН, как такого понятия нет. У нас идет отбор. Приходит человек, и первый вопрос, который ему я даже как командир задаю, вот ты пришел устраиваться на работу в ОМОН, на службу. Это служба, прежде всего. Ты будешь человек в погонах. Работа предполагает, прежде всего, командировки в любую точку России, Российской Федерации, в любую точку. У меня первый вопрос. Готов ли ты ехать? Советовался, да? Сотрудник говорит, да, я готов. Все, я как бы люблю такие поездки. Тут мне сразу как бы это... Это не романтика, пойми правильно. Это не романтика. Это выезд с оружия на специальные техники и так далее. И мало ли что, какие-то там задачи придется выполнять. Там не спать сутками, делать марш-броски какие-то, горы, поля, лес. Это не совсем могут быть командировки в городских условиях. Это, прежде всего, проживание в палатках холодных, под дождем и под снегом. Вот. У меня самое главное, чтобы сотрудник понимал, не сотрудник, а человек, который приходит на работу, устраивается. Он говорит, да, я готов ездить. Но у меня следующий вопрос. А ты советовался с родными. Даже если человек взрослый, самостоятельный, но все равно ты должен посоветоваться был с родителями. Если женатый, с женой должен принимать не самостоятельные решения. Со своими родственниками, со своими родными. Командировки, да. Командировки есть в этом году. Я не буду говорить, да. Почти все 100% отряда побывали в командировках, ездили за пределы Рязанской области. Скажу даже больше. Готовность, боеготовность отряда такая, что отряд в большинстве своем, даже не в большинстве, а 100% составе, готов выехать даже вот сейчас в командировки. Я честно скажу, у меня есть в кабинете тревожный рюкзак, вещи собраны. Если мне скажут сейчас вот ехать в командировки куда-то, я поеду. И каждый сотрудник ОМОНа также поступит. Поедет, у него все для этого есть. То есть снаряжение, оружие, навыки и так далее. Скажем так, командировки это не наша больная тема. Командировки это просто служебная обязанность нашей командировки. Можем ли мы сейчас подвести какие-то итоги года? Сколько проведено, может быть, хотя бы общими цифрами? Сколько проведено операции? Сколько было командировок? В каких мероприятиях участвовали? Хотя бы основные позиции? Не совсем подразделения, которые, может, как бы говорить, работали там. Мы, в принципе, работаем по заданию оперативных подразделений. Неважно, каких. Наша задача только выехать, обеспечить их силовое прикрытие. Тут надо понимать, что показатели ОМОНа состоят не в том, что выехали на боевую операцию. И нас не требуют количества задержанных, количества изъятого оружия, наркотиков и так далее. Нам самое главное показатель, качественно мы выполнили задачу или нет. То есть, есть ли к нам претензии со стороны оперуполномоченных, либо любого оперативного подразделения. Там даже после того, как мы выполняем работу, они просто пишут, что работа выполнена на 100% и качественно. Вот и все это, весь показатель. Естественно, что для меня, как для командира, самое главное, чтобы в период проведения боевой задачи, любой служебной задачи, сотрудник не получил травму, не получил какое-то ранение. Я уже не говорю, не дай бог, гибель. И самое главное, чтобы с работы приехали все живые и здоровые. Тогда можем ли мы подвести такой промежуточный итог, что в 2021 году все задачи, которые стояли перед ОМОНом, выполнены на 100% и без нареканий? Да, такой итог мы можем подвести. Я не сомневаюсь, что и в следующем году ОМОН выполнит все свои задачи на 100%. Мастерство сотрудников растет. Все задачи, собственно говоря, которые нам дают, мы их выполняем качественно. Я думаю, что жители Рязани, Рязанской области могут быть уверены, что мы все свои задачи выполним. В этом году Рязанский ОМОН, ему присвоено название «Вятич». Расскажите, насколько это важно для отряда и как долго к этому шли? Шли мы действительно долго. Раньше отряд в системе МВД и был «Вятичем». Потом, ввиду переструктуризации правоохранительной системы, ввиду того, что отряд вошел в систему Росгвардии, у нас, скажем, временно этого названия пока не было. Вот с конца этого года, с ноября, теперь Рязанский отряд будет гордо, надеюсь, носить имя «Вятич». «Вятичи» – это те племена славянские, которые жили на территории Рязанской области. Этим названием мы как бы подчеркиваем, что наш Рязанский ОМОН именно рязанский, что мы будем достойными сыновьями земли Рязанской. С 2013 по 2018 год вы были заместителем командира СОБРа. Потом вы перешли в ОМОН. Насколько разные эти подразделения и пытались ли что-то привнести из СОБРа в ОМОН или наоборот как-то? Способность ОМОНа такая, что они могут выполнять те же самые задачи, что и СОБР. Были у нас совместные вещи, операции, где и СОБР, и ОМОН совместно выезжали работать. Подготовка такая же. У нас же также есть и снайперы, и высотники, и взрывотехники. Я думаю, что подготовка в ОМОНе сейчас ничем не хуже, чем в СОБРе. Единственное, что СОБР, будем считать, что СОБР полностью офицерское подразделение, а ОМОН так строится более по армейским понятиям. Там есть и командиры взводов, командиры рот, вот они офицеры, и простые бойцы-сержанты. Вот как будто так. Я не умоляю ничем, ни СОБР, ни ОМОН не умоляю, и те, и другие качественно выполняют свои задачи. И есть и чему поучиться, и ОМОН у СОБРов, и СОБРу в ОМОНе тоже есть чему поучиться. Я даже скажу, сейчас вот командировки у нас были в этом году, да, они были совместные. Выезжал личный состав СОБРа и ОМОНа именно в одном составе, в одном подразделении. И когда там выполняли задачи, там цели ставили, не то, что там давайте 5 сотрудников СОБРа или 5 сотрудников ОМОНа. Просто задача, дается задача, и надо 5 человек, 10 человек. И кто поедет, неважно, задача стоит общая, и СОБР, и ОМОН ее одинаково все выполняли. Ну, вот так. Можем ли мы рассказать хотя бы одну-две операции, которые провел ОМОН, какие-нибудь самые яркие, самые запоминающиеся? В этом году достаточно грамотно, четко сработали с одним из оперативных подразделений в Рязанской области по хищению топлива. Работали благодаря тому, что у нас есть, не штатный, но у нас есть свой квадрокоптер, да, и мы с этим квадрокоптером работали и вычисляли. Фигуранты уголовного дела, они были вообще шокированы, как мы их взяли, собственно говоря, с поличным, и они даже сами не поняли, как вот все это. Работали они ночью, ничего не предвещало беды, вдруг откуда-нибудь возьмись, появился ОМОН, да, и на этом спецоперация была закончена. Самая удачная операция, проведенная специальными подразделениями, это та операция, которую никто и не заметил, и не видел. То есть, на счет раз-два-три, все было сделано качественно, грамотно, правонарушитель был задержан, люди, стоящие рядом, ничего не поняли. Вот в этом, в быстроте есть ее качество. Вот как бы так. Но для этого ведь нужно много тренироваться, как тренируются ОМОНовцы. Тренировки вообще по-разному строятся. Сотрудник может быть и не обязательно, например, огневой подготовкой заниматься в тире. Правильно? Или на полигоне. В огневую подготовку также входит и сборка, разборка оружия с закрытыми глазами, в полной темноте, в противогазе и так далее. Если нет возможности в данный момент заниматься высотной подготовкой, то сотрудники могут просто сидеть в классе службы и вязать Альп-узлы. Очень много, скажем так, методик и наработок, когда сотрудник может, не выходя из кабинета, какие-то навыки осваивать и так далее, а уже оттачивать их в спортзале или где-то там на полигоне. Это, скажем так, второй этап уже развития мастерства. Надо сказать спасибо, что у нас на территории Рязанской области есть учебно-тренировочная база для подготовки, скажем так, спецназовцев. Там все занимаются. Там занимаются и спецподразделения МВД, спецподразделения УФСИН там занимаются. Мы работаем в тесном взаимодействии на этих полигонах и с СОБРом. Ну, то есть полигон дает возможность, учебно-тренировочная база дает возможность отрабатывать все навыки в тесном контакте с другими подразделениями. Собственно говоря, что сказать, у нас на полигоне, если вы были, там же у нас есть, да все условия. Там и сельская местность можно отработать, и лесная местность спецоперации, и огненно-штурмовая полоса там с выходом на полигон стрельбы. Ну, то есть такого, я считаю, такое мало где есть. А у нас в Рязани это и есть, и это большой плюс. Спасибо большое, что стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин